Мы на месте. Мы приветствуем Агнесу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она так оглядывается в комнате. Говорит, да, доверие. У нее на плечах накинута сетка, и она как пледом ей укрывается. Хорошо. Агнес, вы знаете происхождение этой сетки? Откуда она? Она сейчас руки отпустила. Ой, нет, говорит. Что это? Сейчас будем разбираться. Хорошо. Скэнер просканирует эту сетку, отключит ее полностью. Вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, микрочипами. Все это выходит, и как выйдет, отправляет в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Вот эта сетка, она как плед, но на спине она ее как груз чувствовала. Груз проблем. Много всего не успевает. Сейчас найдем ответственных. Летки. Хорошо. Даю команду. На счет три скэнера сканирует пространство над головой Агнес, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Агнес. Находит все. У меня в голове еще как диск какой-то высвечивается. Скэнер, выведи этот диск из ее биополя. Полностью просканируй его, и все сопутствующие к нему чипы и датчики выходят вместе с этим диском. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму и диск. Смотри, к диску притянулся белый дракон. Белый дракон. Хорошо. Не агрессирует? Нет. Кто у нас еще? Тебе мешает? Есть арахноид. Арахноид. И у нее демон, но он десятый, одиннадцатый цифры какие-то маленькие. Снимается маски и голограммы. Бес или демон представит согласно своему эфирному коду ДНК. Демон тринадцатый. Хорошо. Тринадцатый демон. Значит, нам тут за цифры показывал такие. Чем меньше, тем меньше ответственности. Вот это ты зря так думаешь. Ты не туда попал. Здесь находят все. Будем разбираться. Итак, Вера, у нас белый дракон, арахноид и демон тринадцатый. Правильно? Правильно. Только просканируй дракона. Снимается маски и голограммы. Дракон представит согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный. Органический-неорганический. Органический-зеленый. Неорганический-красный. Какого цвета маячок? Он органический, но это не дракон. А кто это? Больше ящер, но он что-то белый. Это дракон, скорее всего. Кто ты? Ящер или дракон? Или рептилует? Как к тебе обращаться? Дракон. Дракон. Хорошо. Какие цифры у него над головой, Вера? 782. Хорошо, Дракон. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Соглашение. Объясни, какое соглашение? Когда оно было заключено? О чем речь? В обучении. Кто кого обучает? Легкость в обучении. Для нее получение информации для нас заключен около 10 лет. Этот диск транслирует знания и проблемы многих людей, с которыми она встречается. Таким образом мы получаем информацию и пополняем нашу картотеку изучения человечества. И второе. Нахождение нужных экземпляров потенциальных, я бы сказала. Для чего? Для скрещивания? Нет. Для дальнейшего изучения или огласия. Скажи мне, Дракон, у тебя уровень довольно высокий, 782. Ты военный? Нет, я научный сотрудник. Понятно. Хорошо. Но это не то, что в вашем понимании. Мы встречались часто с Грэмми, у которых всегда присутствует рептилоид или лаборант, или научный сотрудник, или ученый. Большая разница. Научный сотрудник в нашей иерархии проходит все эти стадии с этим накопленным опытом. То есть это довольно высокая позиция, как я полагаю, по твоим словам. Научный сотрудник делает выборку. Чтобы делать выборку, нужно знать все эти предыдущие этапы и ступени. И ты их знаешь? Совершенно верно. Ну хорошо. Благодарю за эту информацию. Идем дальше. Демон 13. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 месяцев. Понятно. У тебя никаких договоров нет? Нет. Попала она. Она попала в ловушку. Ты находишься в доме, где она живет? Мы его сегодня чистим. Нахожусь. Значит, ловушка находилась на территории ее земельного участка, когда она выходила или входила в дом. Правильно? Нет, неправильно. Это сплетение, которое я разбрасываю в разных местах, как небольшие. Клякс. Это не касается ее дома. И там ты ее подхватил. Она вступила в эту кляксу. Она вступила и запуталась. Получается, она меня подхватила. Получается, да. Так как у тебя 13 Гц, у тебя, скорее всего, было меньше на тот момент. Вернее, у нее было меньше 13 Гц, если ты смог так войти. Или, возможно, твоя клякса имеет более высокую вибрацию. У меня разные кляксы. Специалисты в этом направлении. Арахноид. Теперь к тебе. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. Ты в доме присутствуешь? Присутствую. Драгу, ты не присутствуешь в доме? У тебя есть там платы? Нет. Хорошо. Начинаем тогда с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать, возможно, другие вопросы. Даю команду тонкой копии Агнес проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Агнесу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилия потоки в 50 раз. Драга, скажи мне, а по вашей иерархии вы находитесь как по отношению к ящерам и рептилоидам? Вы выше их в развитии? Если это можно себе так представить. Или у дракона мы просто знаем. Есть там белые драконы, они более развитые, опытные, старые. Как с вами? Как человеки, атланты, гиперборейцы отличаются между собой, только мы отличаемся от ящеров и рептилоидов. Это на несколько порядков, может, даже измерений выше, как я полагаю. Мы все разные, но у всех есть много общего. Согласен. И у каждого есть свой определенный дар или секрет. Согласен. Как и в любой другой цивилизации, так и есть. Реверс окончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Агнес забирает всю чистую, светлую, божественную. Энергия обратно пошла. Энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что на чистоте Агнес находится мощным потоком, пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. И сканер дай мне полонту души Агнес на настоящий момент. 100%. Отлично. Реверс окончился. Мы начинаем с вытаскивания того, что осталось. Драгон, на твоей чистоте что-то осталось, что я не вытащил? Осталось. Где там? Что там? Выходи, вытаскивай. Небольшой шлейф в спине. Просканируй этот шлейф, чтобы ты его знал в следующий раз. Выходи, вытаскивай этот шлейф, если тебе надо выходить. И возвращайся назад. Надо выходить. Хорошо. Просто гуманоиды притягивали свои подключки. Готово. Демон, скажи мне, а есть ли лярвы в биополе Агнес? Нет лярвы. Затемнение? И есть внизу живота. А кто у нас сидел внизу живота? Ты, своими рогами? Никто не сидел. Или оно там скапливалось? Хорошо. Страх он куда-то отдает. Страх. Хорошо, он там иду. Понятно, он куда-то должен откладываться. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. Ты хочешь получить это затемнение? Давай. На месте доложишь, когда ты все снимешь, я дам тебе отдельную команду. Приступай. Но у него это путаница в ногах, как лякс, про который он говорил. Понятно. Но она больше как несколько нитей таких спутанных. Снял он. Разрешай тебе забрать это затемнение. Забирай, ничего не оставляй, возвращайся назад в клетку. Приступай. Готово. Арах, ну и твоя очередь. Выходи, вытаскивай то, что ты оставил, всю паутину, все иголки, ничего не забывай и возвращайся назад. А получается, это накидка его, которая сплетена из его паутины, она такими клеточками, как плед вокруг нее была. Он просто снял несколько оставшихся. Какая функция была у этой сетки на плечах? Тяжеление. То есть ей тяжело было ходить, а давала? Да. А драгом было. То есть у нее есть то, что ей возвращалось, это светлый ум. А вот часть его они как крутили в свою сторону, перенаправляя этот действий. И у нее было такое как затмение. То есть она иногда думала, а потом терялась как дальше, как мысли теряла. Или решение какое-то напрягалось, как сделать, чтобы решить. Я думаю, Агнес знает об этих ситуациях, потому что они регулярно должны были случаться. Хорошо, идем дальше. Все-все убрали, даю команду, на рассинхронизацию Агнес с арахноидом, демоном, драгом, сеткой и этим диском драгом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белосет Агнес, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. Один, два, три. Свет пошел. Энергия выходит и формируется перед ней в шар. Остаточные энергии тоже идут в этот шар. Есть шар. Открываю воронку в галактическое дро под ним, уходит на переработку, закрывая печат и растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Каналом мы сейчас не отсиднем, если существует какой-то договор, поэтому мы сразу переходим сейчас к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Агнес должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. А также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Оно не вышло, а такое как лист, и он похож на этот диск цветом. Хорошо, пусть повторяет за мной. Внутрияем властью моего суверенного я. Контракты и договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Да, ну как ниточка выходит, к ней возвращается. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим к энергоудару. Подхожу к Агнес и помогаемой энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо, демон, арахноид. Сейчас я отправлю вас в квартиру. Вы соберете все, что там оставили на своей чистоте. Демон потом покажет мне все порталы. Ты на земельном участке или только в доме? И там, и там. Хорошо, значит, получишь тогда весь негатив из дома, из земельного участка. Устраивает? Да. После того, как ты мне покажешь порталы, я их закрою. Открываются два портала в квартиру Агнес. Один, два, три. В один идет арахноид, в другой идет демон. Закрывая, печатая. Стоп. Подожди. Демон подключен. К ребенку? К мужу. О, понятно. Демон, тебе придется остаться здесь тогда до того, как мы закончим. Закрывая портал демона. Если он подключен к мужу, нам по-любому надо будет еще и мужа вытаскивать. Тогда его по-новому придется вытаскивать. Хорошо, демон. Значит, арахноид ушел, да, Вера? Да. Ничего, демон, хочешь получить эмоциональный фантом? Давай. Ну, тогда сейчас я разберусь, закончу свою работу. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связи. Я приветствую тебя, Ли. У меня здесь Драго 782. У него 10 лет назад они заключили договор. Мы все аннулировали. Посмотри, пожалуйста. Его диск находится в клетке. Заберем на беседу его и диск заберем тоже. Благодарю тебя. Готово. Диск забрали. Это сетка под сеткой. Открывая воронку в галактическое ядро, сетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом, Агнес. Проецирует все негативные питания тонкой. Купи Агнес до числа значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Агнес. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Я как будто выше ростом стала. Расправила крылья. Взяла на себя ответственность. Отлично. Взведения. Взведения. Субтитры создавал DimaTorzok